Этот ролик жители ЖК «Солнечная система» отправили на конкурс «Наш двор». В рамках фестиваля жюри выбирало самые яркие и интересные акции и флешмобы дворовых команд. Наша редакция тоже оценила качество химкинского клипа – отличные съемки, продуманный сюжет, отрепетированные номера. Мы отправились в тот самый двор, чтобы на месте узнать, как проходила подготовка к конкурсу. Сейчас внутренний двор жилого комплекса практически пустой. Ну, будний день, все на работе, людей мало. Но в выходные и праздничные дни эта площадь становится центром веселых и массовых гуляний. Это Андрей Белов – активист и идейный вдохновитель команды 10-го дома по улице Германа Титова. Именно с его подачи жители ЖК «Солнечная система» решили отправить заявку на участие в конкурсе. Мужчина признается – подготовка была долгой и сложной, но оно того стоило. Это был второй фестиваль. Мы о нем вот только узнали, все достаточно было стихийно. По сути, мы вообще импровизировали на сцене, нашли людей, придумали, как это все должно выглядеть. Все это обеспечили и во время съемок, чтобы дети, которые участвовали, была достаточно погода холодная, то есть мы их теплыми напитками угощали, и пироги, и жители напекли блинов, и конфет. То есть тут и поели, и поплясали, поразвлекались. Команда «Исхимок» заняла четвертое место. Но и это отличный результат. Тем более сдаваться никто из жителей ЖК не намерен. В следующем году снова будут бороться за звание самой активной, креативной и дружной команды Подмосковья. Основная масса жителей этого комплекса – это люди от 25 до 40 лет. То есть это люди достаточно с активной жизненной позицией. Очень многие творческие люди, или они в творческих специальностях, или это их досуг. И они заинтересованы в том, чтобы они жили ярко и интересно. И мы как бы стараемся на этой почве дружить. И субботники устраиваем, и праздники, и любую беду мы встречаем вместе. В подготовке к конкурсу помогала команде и управляющая компания. Например, съемку и монтаж ролика она полностью взяла на себя. Без такой поддержки было бы, конечно, сложнее. В конкурсе принимали участие полсотни команд со всей Московской области. 20 прошли во второй тур. В финале за победу боролись 7 из них. Самое главное – это все-таки не сам конкурс, а те мероприятия, которые предшествовали этому. То есть подготовка к флешмобу, организовать жителей. То есть надо понимать, что это не было бы возможно, если бы во дворе Германа Титова 10 не было бы активных людей, которые смогли объединить всех остальных вокруг этого мероприятия. Куда потратить выигрыш – это около 35 тысяч рублей – жители комплекса «Солнечная система» еще не решили. Но определяться в ближайшее время. Юлия Куштейко, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.